Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. В полицию Теннесси поступил звонок от местного жителя. Мужчина говорил, что видел нечто очень странное в глубине леса. Офицеры тут же выехали на место происшествия. Будки, пластиковые контейнеры и бочки усеяли лесную поляну. Также там была беговая дорожка и несколько трамплинов. Подойдя ближе, полицейские увидели тех, кто отчаянно нуждался в спасении, более 10 взрослых собак и щенков были привязаны цепями или закрыты в вольерах. В основном там были питбули и немецкие овчарки. Все животные были сильно изнеможены, кормили их нечасто. Полицейские сразу же поняли, какая участь ожидает животных и их готовили к собачьим боям. Еды у песиков не было, а миски для воды были пустыми. Полиция тут же связалась с местной службой спасения животных Animal Rescue Corps, ARC, и волонтеры прибыли на помощь. Они сумели спасти 16 собак и даже двух котов, которые также жили здесь. Но волонтерам не давало покоя большое количество пустых бочек и будок. Видимо еще совсем недавно тут было больше животных, просто сейчас их куда-то увезли. Сейчас мы вместе с полицией пытаемся отыскать остальных животных, которые точно жили тут еще совсем недавно. Говорят волонтеры ARC. Когда спасатели приблизились к песикам, чтобы перекусить тяжелые цепи, те радостно виляли хвостами и не проявляли агрессии. Несмотря на то, что им пришлось пережить в этом жутком месте, они любили людей. В нашем штате запрещены собачьи бои, поэтому мы должны отыскать и наказать виновных. Они совершают преступление и должны за него ответить. Говорит местный шериф. Всех спасенных животных доставили в приют на осмотр к ветеринару. Песик вакцинировали, и сейчас они все находятся под присмотром ветеринаров. Когда они поправят свой вес и здоровье, им найдут новые семьи и дома, где их будут любить, и о них будут заботиться. Собачьи бои, преступления. Даже просто просмотр собачьих боев уголовно наказуем в этом штате. Поэтому полиция рассматривает каждое подобное заявление. К счастью, эти спасенные песики и щенки, больше никогда не будут участвовать в таких отвратительных мероприятиях. Они все благодарны людям за спасение и новую жизнь. А их виляющие хвосты – лучшая награда для волонтеров. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.